Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. В регионе создают комплексную систему обращений с твердыми коммунальными отходами. Ульяновцы меняют радиаторы в квартирах. Выше, быстрее и сильнее. В Ульяновской области стартовал региональный этап летнего фестиваля ГТО. Изменены условия реализации областного мат-капитала «Семья». Лето – лучшее время для выполнения сезонных работ в многоквартирных домах. В соответствии со строительными нормами и правилами, после окончания отопительного сезона начинается выполнение капитального ремонта систем теплоснабжения. Работы ведутся под контролем совета дома. Подробности в материале Егора Титова. В этом году работы проведут в 49 домах в семи муниципальных образованиях области. На проспекте ГАИ-25 капремонт теплоснабжения близится к завершению. Цена вопроса около 2 миллионов рублей. На данном доме производится капитальный ремонт системы центрального отопления, системы холодного водоснабжения и капитальный ремонт системы водоотведения. Во-первых, установка системы погодного регулирования, замену всех разливов, вести запорную арматуру по подвальной части. И в квартирах, соответственно, это предусматривает замена стояков и совместно с заменой отопительных приборов, то есть радиаторов и плотенцесушителей. Кстати, на этот факт нужно обратить особое внимание. Не все знают, что замена радиаторов входит в перечни работ по капремонт системы теплоснабжения. Поэтому некоторые жильцы опасались пускать специалистов в свои квартиры. Но когда увидели, как у соседей все хорошо сделано, тоже захотели. И сейчас в их жилье проводится замена труб и батареи. Работы ведутся под контролем совета дома. Жители говорят, что специалисты прислушиваются к их пожеланиям. Это неудивительно, ведь до этого капитального ремонта не проводилось. И состояние труб приносило немало страданий жителям дома. Соседние квартиры, да, вызывали с управляющей компанией, хомуты ставили. То есть в подвальных помещениях постоянно вода была. Ну, наверное, канализация. В этом доме все работы обещают завершить к началу июля. В целом же по области ремонт системы теплоснабжения должен закончиться к 1 сентября. Также параллельно разрабатывается проектная документация на работы, которые будут проведены в следующем году. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Завтра, 22 июня, с полвосьмого до полдесятого утра будет перекрыто движение автомобилей по улице Дворцовой на участке между улицей Спаской и переулком Пожарным. В это время там запланирован торжественный подъем креста и купола колокольней надворатного храма в честь симбирских святых Спасского женского монастыря. Администрация Ульяновска приносит жителям извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев воспользоваться альтернативными маршрутами для объезда. В селе Крутояр, находящемся в Ульяновском районе, неподалеку от Ундр, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Новое медучреждение может похвастаться уникальной аппаратурой и исключительно удобной планировкой. Здесь все для пациентов. Подробности у Павла Полового. В селе Крутояр Ульяновского района в рамках нацпроекта здравоохранения открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП в населенном пункте существовал давно, однако условия там были совершенно неприемлемые. Отсутствовало отопление, само помещение было раньше начальной школой, поэтому заниматься лечением и диагностикой в неприспособленном помещении было сложно. Теперь все иначе. ФАП оснащен по самому последнему слову техники. Если видите на заднем плане, есть даже анализатор тропонинового теста. То есть это уникальное оборудование, которое позволяет на ранних стадиях выявлять острый инфаркт миокарда, тем самым в буквальном смысле спасать жизнь. Кроме сложной электроники, доступная среда. От кабинетов до туалета везде чувствуется забота о будущих посетителях. Мы делали и рассчитывали так, что это все подходило. То есть инфариды и там бабушки, то есть свободно они могут сесть и встать в таз, то есть не есть и порночь, и все, то есть они могут свободно пользоваться всеми удобствами. Даже система отопления здесь экономичная и удобная в эксплуатации. За температурой в здании можно следить и корректировать ее прямо из районной больницы. Неофициально ФАП именуют модельным и эталонным. Мы рады очень, спасибо. От всего села, а я от меня тоже. Благодарность большая. Наконец-то дождались мы этого. В нормальных условиях будем работать. Слава Богу. Ежедневно фельдшерско-акушерский пункт посещает около 20 человек. Прививки, простудные заболевания, ссадины, кардиопроблемы. Анна готова помочь каждому. Теперь на новом, более качественном, современном уровне. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Депутаты Законодательного собрания области одобрили изменения в региональные законодательства, инициированные губернатором Сергеем Морозовым. Напомним, в начале лета, после встречи с многодетными родителями, губернатор поручил проработать варианты упрощения условий реализации капитала семья. Во время обращения семьи жаловались на неудобства, связанные с его использованием. Раньше родители могли реализовать именной капитал, если на одного члена семьи приходилось менее 12 квадратных метров жилья. Теперь, благодаря одобренным изменениям, этот ключевой критерий нуждаемости отменен. По информации специалистов Министерства семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, капитал семья был введен в 2008 году, и за это время более 10 тысяч семей смогли использовать средства на оплату медицинских услуг, получение образования, а также отдых и оздоровление детей. К тому же, с этого года родители могут направить сертификат на подключение света, воды и газа к уже имеющемуся или строящемуся жилью. По расчетным данным, порядка 4 тысяч семей с детьми смогут воспользоваться средствами капитала семья на оплату ипотечных кредитов. Необходимое финансирование уже предусмотрено. Из средств областного бюджета будет выделено более 300 миллионов рублей. Жители региона, которые еще не реализовали областной маткапитал, могут обратиться в отделение социальной защиты населения по месту проживания для оформления необходимого пакета документов. В Ульяновской области с 1 по 24 июня проходит летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» или, попросту говоря, ГТО. 21 июня состоялось открытие регионального второго этапа фестиваля. Напомним, первый этап проходил в муниципальных образованиях региона, по итогам которого были сформированы сборные команды для участия в региональном этапе. С самого утра на Ульяновском стадионе «Волга» было шумно и многолюдно. Сюда съехались сборные команды из 16 муниципальных образований региона, около 300 человек разных возрастов, чтобы сдать нормы ГТО и побороться за звание лучших спортсменов Ульяновской области, готовых к труду и обороне. Отдельные благодарности я хотел бы выразить нашему министерству спорта за реализацию на территории нашей области национального проекта «Спорт. Норма жизни». Конкретно в нашем районе по данной программе в этом году будет установлено 12 спортивных площадок по сдаче нормативов ГТО. Сборные команд, как правило, состояли из 22 человек. Но Чердоклинский район привез 35 участников фестиваля. Самому старшему Иршату Айниятовичу Хисмятову 71 год. В этом районе участвую, в всяких играх, лыжных соревнованиях. Вы в свежихе занимаетесь? Да. Ну, так себе так. Не так, он не профессионал, а сам себя поддерживает. Участников поприветствовал министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов. Это, в общем-то, федеральная программа. Это сделано для того, чтобы все желающие у нас могли протестировать себя, выполнить нормативы ГТО, посмотреть степень своей готовности, получить знак государственного образца по ГТО, желательно золотой. Мы видим, что сейчас у нас очень много детей приехало, очень много автобусов. Лето, солнце, стадионы. В общем-то, это всегда спортивный праздник. Я думаю, что для ребят это стимул стать лучше, быстрее, выше, сильнее. Все наши девизы, они как раз будут воплощаться сегодня на стадионе «Волга». Перед началом выполнения нормативов ГТО для участников фестиваля прошла фитнес-разминка, после которой команды разбились по площадкам. Согласно программе, каждый взрослый участник должен был подтянуться, сделать наклоны вперед, отжаться и пробежать 60-метровку. У детей свои нормативы, но они старались не отставать от своих взрослых наставников и родителей. По итогам регионального этапа будут отобраны кандидаты в сборную команды Ульяновской области. И в последующем лучший из лучших представит наш регион на всероссийском уровне. Также победители и призеры в личном и командном первенстве будут отмечены наградной и сувенирной продукцией с символикой комплекса ГТО. Командам, принявшим участие в региональном этапе, будут вручены подарочные билборды с символикой комплекса ГТО. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. В Ульяновской области реализуется проект построения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Который включен в национальный проект «Экология». Одним из важнейших его направлений является создание соответствующей инфраструктуры. По информации министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрия Федорова, в настоящий момент продолжается обновление контейнерного парка. Уже установлено более 15 тысяч емкостей для сбора твердых коммунальных отходов. В Димитровграде ведется строительство 100 контейнерных площадок за счет регионального оператора, который проявил социальную ответственность и сделал этот подарок городу. Кроме того, на территории Ульяновской области действуют 4 мусоросортировочные станции. Готовится к запуску пятая. В рамках национального проекта «Экология» планируется увеличение мощности для повышения объема перерабатываемых отходов. Также по поручению губернатора Сергея Морозова в регионе активно внедряется раздельный сбор отходов. Пока в экспериментальном порядке устанавливаются сетки для сбора пластика в Ульяновске, Инзе, Димитровграде, Сенгелее, Корсуне, рабочих поселках Ишеевка и Цильно. Русский Эдисон именно так называли нашего земляка-изобретателя Ефима Горина. Он родился в селе Аненково Симбирской губернии. Всего им было получено более 300 патентов и свидетельств, за что он был удостоен звания почетного изобретателя. На днях в Ульяновск приехали его потомки, с которыми встретился наш корреспондент Ирина Антонова. Мы встретились с потомками Горина, известного изобретателя, в историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича Гончарова. Анатолий Борисович Соболев – сын самой младшей дочери Горина, 12-го ребенка-изобретателя Натальи Ефимовны. Ее семья долгое время жила под одной крышей с Ефимом Евграфовичем. Он жил в отдельной комнате. Иногда, когда я уже был школьником, он звал меня к себе, открывал Евангелие на ощупь, на какой-то странице, называл номер псалма и просил меня его прочитать. После службы в армии Анатолий Борисович поступил в МГТУ имени Баумана, а потом 23 года проработал в оборонной промышленности, занимался проектированием заводов. Интересно, что в 70-е годы Анатолий Борисович напросился в командировку в Ульяновск вместе с коллегами и заходил в дом-музей Гончарова. Тогда ему посчастливилось познакомиться с большой экспозицией, посвященной его деду. Правнук Горина Глеб Анатолевич Соболев хорошо помнит однокомнатную хрущевку, заставленную книгами, в которой жили бабушка Наталья Ефимовна и дед Борис Яковлевич Соболев. Я помню хорошо бабушку Наталью Ефимовну, но я знал, что прадед изобретатель, но как-то это не очень обсуждалось. Знаю, что она для него какие-то чертежи делала, есть даже какие-то чертежные приборы, с которыми она работала. Интерес к Горину проснулся достаточно поздно, информации какое-то время вообще не было, потом как-то она стала появляться в интернете. По словам Глеба Анатольевича, как такового семейного архива Гориных нет. Сохранилась одна виньетка-фотокарточка, фотография Евграфа Федоровича, отца известного изобретателя. Также есть снимок, где Ефим Евграфович со своей женой и ее родственниками. Копии этих фото потомки Горина привезли с собой. Сотрудники музея, в свою очередь, показали потомкам изобретателя интересные экспонаты. Большой интерес представляет самодельный альбом за 1927 год, подаренный Горину в день его 50-летия. В нем собраны статьи из газет, рассказывающие об изобретателе и его открытиях, его напечатанные в газетах стихи и фото. Среди них есть и документы, например, разрешение, которое позволяло Горину работать столяром. Он мог открыть и свою столярную мастерскую, но поскольку он был из бедной семьи, из крестьянской, он был наемным рабочим в столярную мастерскую, но вот имея такое дозволение. Здесь же есть заявочное свидетельство или другими словами патент от 26 июня 1921 года, который свидетельствует о новом изобретении Горина, способе электрической передачи видения на расстоянии с помощью сложного проволочного кабеля. Это был первый шаг к стереоскопическому телевизору. Потомки Горина были в Ульяновске два дня, но обещали, что обязательно приедут еще, чтобы более полно познакомиться с прошлым своего знаменитого предка. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Согласно информации Синоптика, в регионе ожидается жаркая погода без осадков. Завтра в Ульяновске температура воздуха поднимется до 30 градусов по Цельсию. Ветер южный 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас по будням в 18.50 на информационном портале управда.ру. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин